Евангелие от Луки, 3 глава При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит «Голос вопиющего в пустыне». Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему, всякий дол наполнится, и всякая гора и холм допонизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божьего. Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить сами в себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал ее народ «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься и сказали «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины «А что нам делать?» И сказал им «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне «Не Христос ли Он?» Иоанн всем отвечал «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Много и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой не сшел на него в телесном виде, как голубь. И был голос с небес, говорящий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов, Иллиев, Матфанов, Левиин, Мельхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семеев, Иосифов, Иудин. Иоаннанов, Рисаев, Зарвавилев, Салафиилев, Нириев, Мельхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Семеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Меляев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Насонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий Конец третьей главы Продолжение следует...